Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Чудом избежали трагедии. Силовики выясняют, кто виноват в обрушении стены на Арцебушевской. 12 тысяч квадратных метров в новостройках. Жители аварийных домов получат новое жилье до конца года. От Катеньки и Петеньки до современных купюр. 250 лет исполнилось российским бумажным деньгам. Главная новость на этой неделе в Самаре – обрушение кирпичной стены дома на Арцебушевской. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. На месте происшествия, оно случилось во вторник вечером, наша съемочная группа оказалась одновременно вместе со спецслужбами. Анатолий Головко узнал все детали. ЧП произошло здесь, на улице Арцебушевской. По официальным данным, в доме номер 128 находились 7 человек, в том числе четверо детей. Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 8 вечера. Буквально через несколько минут на Арцебушевскую примчались сотрудники оперативных ведомств, медики и глава Самары Елена Лапушкина. Дом 126 по улице Арцебушевской признан аварийным, подлежащим к сносу. Здесь было три квартиры в собственности, одна квартира муниципальная. Муниципальные квартиры, предоставленные жильем в Алгаре, согласились на переезд. Три частные квартиры, которые были приватизированы, также предлагалась квартира на переезд в Алгаре, но жители отказались. Сейчас в рамках 132 статьи мы проводим процедуру изъятия. Обрушилась стена дома, обрушилась на дом 128 по улице Арцебушевской. Этот дом находится в частной собственности. И вот в ближайшее время будем признавать тоже чрезвычайную ситуацию и рассматривать, что дальше делать с этим домом. Пострадавшая женщина находится в больнице имени Пирогова под наблюдением врачей. Двоих детей отправили в больницу Середавина на предварительное обследование. Старшие остались с родителями. По словам сотрудников МЧС, стена рухнулась за старости. Обрушение стены произошло в результате, очевидно, что старости конструкции. То есть никакого хлопка газа нами не обнаружено на месте происшествия. Дальше продолжается осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства происшествия. Первыми очевидцами происшествия стали жители соседних домов на Арцебушевской. Они дали нашей съемочной группе эксклюзивное интервью. Обрушение был сильнейший звук. Я сразу выскочила и сразу увидела все это. Но звук только от обрушения? Только от обрушения. Там какой газ? У нас баллонов здесь ни у кого нет. Здесь газовый, вон, как говорится, газ. Ну, постоянно. Хорошие люди там жили, добрые, дети, женщины хорошие. Для полной объективной проверки всех обстоятельств Самарское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников администрации Самары, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Назначена строительно-техническая экспертиза. В администрации Самары заявили, что ЧП на Арцебушевской требует детального разбирательства. И все виновные в случае, если будут найдены, должны понести наказание. Самара ГИС будет следить за развитием событий. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Квартиры в Алгаре уже готовы встречать переселенцев. Ремонт в новой жилплощади накануне оценила глава Самары Елена Лапушкина. Всего же городские власти закупили 12 тысяч квадратных метров в новостройках для расселения людей из ветхих домов. Подробнее в следующем сюжете. Людок стоит на Рахмин, коричневая вода, и краны сплит, чтобы брызги не попадали. Вот, соответственно, в дальнейшем также жилец может переделать себе под себя. Но стены все выведены от штукатуры, наши поклеваны. Поэтому все комфортные условия, даже если он будет переделывать ремонт, для него как бы мы сделали. Электрические кухонные плиты, сантехника, застекленные балконы, чистовая отделка стен. В квартирах в доме номер 16 по улице Осетинской для заселения все готово. Осталось лишь въехать со своими вещами. В этом доме городские власти купили 11 квартир. Сюда переселят людей из аварийного жилья. Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, она уже посмотрела жилплощадь. Квартиры комфортные, да и район обеспечен необходимой инфраструктурой. Квартиры просторные, планировки у них замечательные. И территория достаточно такая правильная. Детский сад, школа рядом, еще один детский сад открыли. И для развития тоже все есть. Расселять людей будут из тех домов, которые уже не подлежат восстановлению. Определить их поможет ревизия аварийного жилья в Ленинском и Самарском районах Самары. Произвести которую поручила глава города. После обрушения стены дома на Арцебушевской это стало особенно актуальным. Кроме того, этот инцидент породил спекулятивные разговоры о том, что старый город нужно полностью снести. Однако городские власти намерены сохранить историческое наследие Самары. Особенно те дома, которые несут архитектурную ценность. О том, что это крайне важно для города, говорят и независимые эксперты. Это совершенно не значит, что все исторические дома представляют подобные угрозы. Их нужно немедленно снести. Особенно, если это объекты культурного наследия. Нужно просто запускать какие-то программы, выяснять, какие здания подлежат восстановлению. Какие не подлежат восстановлению. Которые подлежат, нужно запускать какие-то программы. Ну, наподобие того, как в Томске действует программа «Дом за рубль». Бизнесмен довольно охотно разбирает деревянные здания, восстанавливает их. Потому что это действительно выгодно. Расселение из аварийных домов в Самаре будут проводить в несколько этапов. Первый рассчитан до конца этого года. На сегодняшний день уже 16 семей переехали в новые квартиры. По нацпроекту «Жилье и городская среда» для расселения из аварийных домов на первом этапе закуплено почти 12 тысяч квадратных метров в Куйбышевском и Красноглинском районах. Это позволит обеспечить жильем семьи из 348 ветких квартир. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В Самаре началась генеральная уборка. Коммунальщики вышли на борьбу с грязными сугробами. Ворошение снега – одна из процедур подготовки к месячнику по благоустройству. Официально он стартует 16 марта. А на этой неделе перед руководителями муниципальных служб, управляющих компанией ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций поставлена задача провести все работы согласованно, чтобы добиться наилучшего результата. Олег Зверев ознакомился с планами. Легким движением ковша погрузчик сворачивает грязный застывший сугроб так, чтобы он растаял за пару часов. Снег радует только в начале зимы, весной – это большое неудобство. Процедура ворошения снега каждый год проводится в городе, чтобы подготовить территорию к весенней уборке. С этих работ, по сути, и начинается месячник по благоустройству. Месячник по благоустройству в этом году официально стартует 16 марта. Такое распоряжение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Капризы погоды, а именно теплая зима и ранняя весна, дают городским властям возможность раньше начать подготовку Самары к майским праздникам. Нам это позволит более тщательно подготовиться к нашим майским праздникам, и к 1 мая, и, конечно, к 9 мая. Это позволит нам начать ямочный ремонт дорог, которые, к сожалению, за эту зиму достаточно серьезно пострадали несколько раньше. Поэтому очень надеюсь, что город в ближайшее время будет уже преображаться. Сегодня первый заместитель главы Самары Владимир Василенко обозначил задачу перед руководителями муниципальных служб, управляющих компанией и ресурсоснабжающих организаций подготовиться к масштабным работам по благоустройству города. Подписано распоряжение об организации месячника, или полутора месячника, я бы так сформулировал, 16 марта. Значит, я, Олег Владимирович Первое, к пятнице, я уже сказал, жду от вас, в первую очередь, а план по каждому предприятию проведения полутора месячника. Фактически генеральная уборка города уже началась. Благоустройство Самары традиционно дело всенародное. Общегородские субботники пройдут накануне Дня космонавтики, перед Пасхой и в преддверии Первомая и Дня Победы. Олег Зверев, Константин Головин, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Аварийный ямочный ремонт тоже часть подготовки к месячнику по благоустройству. В Самаре дорожники заделали уже 70% ям. Еще предстоит отремонтировать тысячу квадратных метров дорожного полотна. В четверг приводили в порядок улицу Георгия Димитрова. С места событий Елена Малютина. У работников дорожного хозяйства работы прибавилось. Ликвидируют появившиеся после зимы ямы, которые могут влиять на безопасность дорожного движения. В среднем на ремонт одной такой выбойны уходит 15 минут. Самарские дороги Сергей Гузанов ремонтирует 23-й год. Говорит, работать мешают припаркованные автомобили и нерадивые водители, которые не хотят переставить машину. Несмотря на это, дорожники выполнили 70% работ по аварийно-ямочному ремонту. Еще предстоит привести в порядок тысячу квадратных метров улиц. В преддверии месячника по благоустройству, который официально стартует 16 марта, горячую ритую асфальтобетонную смесь сотрудники МП благоустройства укладывают на улице Георгия Димитрова. Ежедневно в круглосуточном режиме приводят в порядок дороги города пять бригад из МП благоустройства. При влажном основании можно 150% укладывать. В лужу сначала ее, естественно, надо выместить, а потом уже можно для этого и предназначить асфальтобетонную смесь, чтобы делать ее вот именно при низкой температуре и при большой влажности основания, чтобы она оттуда все выпаривает. Там рядом с ней даже есть две карты, которые я позапрошлий год вложил, и они держатся. Аварийный ямочный ремонт проведут более чем на 60 дорогах города. По 30 объектам работы уже завершены. Сейчас приводят в порядок улицы Карбышева, Грозненскую, Обувную. Специалисты поясняют, ямочный ремонт – это только первый этап работ. В этом году зима достаточно теплая у нас была. Ремонт поддерживающий. Объекты выбираются на основании обследований регулярных МПУ дорожных хозяйств, с учетом мнения жителей нашего города и органов ГИБДД. Все работы планируют завершить к 31 марта, после чего дорожники приступят к ремонту дорог картами. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Все как в реальной жизни. Самарские медики совместно с программистами из Центра прорывных исследований изобрели программное обеспечение «Виртуальный хирург», позволяющее обучать врачей экстренным операциям. У самарского виртуального хирурга нет аналогов в мире. Неудивительно, что за последние 4 месяца его скачали более 10 тысяч раз. Уникальную программу изучила Елена Малютина. У нас сейчас будет операция виртуальной реальности. Для этого нужно будет одеть очки. Нужны будут манипуляторы, с помощью которых выбираются инструменты. И, соответственно, проводим операцию. В виртуальном хирургическом кабинете все как в реальности, только без затрат на медицинские материалы. Здесь студенты-медики могут обучиться делать экстренные операции, не выходя из стен вуза. Например, трахеостомию. Чтобы спасти пациента, у врача в распоряжении считанные минуты, в течение которых он должен восстановить дыхание. Также можно освоить принципы каникотомии. Эта хирургическая манипуляция может понадобиться для спасения жизни даже здорового человека. В случае, когда в горле застрял кусочек пищи. Медики говорят, что в виртуальной реальности можно отработать правильный алгоритм действий. Я считаю, что это внесет большой вклад в образовательную программу как студентов, так и медицинских ординаторов и уже врачей. Потому что в условиях одного кабинета сразу несколько специалистов могут провести операцию, изучить ее и в какой-то мере освоить. И уже придя в реальную операционную, они понимают, какой этап операции, что нужно делать. В виртуальной реальности подобные операции на мягких тканях еще не проводились. Самарская разработка заинтересовала специалистов во всем мире. Во всемирной паутине за 4 месяца ее скачали более 10 тысяч раз. В ближайшее время программисты планируют завершить разработку виртуальной операции по резекции щитовидной железы. У нас полностью смоделировано и тело человека, и все реакции, которые сопровождаются во время операции. Соответственно, студент выбирает необходимый инструмент и может провести ту или иную манипуляцию. Разработчики создали и виртуальную больницу по проекту «Бережливая поликлиника». Здесь можно провести полноценный прием пациента. Сейчас мы находимся в виртуальной поликлинике. Здесь студенты-медики отрабатывают навыки ведения приема и общения с пациентами. Например, сейчас ко мне придет скандальная пациентка. Объясните, почему я должна сидеть в этой части, когда у меня в талоне написано время? К вам заходит кому не лень и все по делу. Нас, пожилых, вообще за людей не считаете? Еще одна новинка с МГМУ разработана для обучения сотрудников железной дороги. В виртуальной реальности они могут научиться проводить осмотр вагонов, выявлять дефекты механизма и даже провести небольшой ремонт. В реальности сборка-разборка учебной пары происходит на базе учебного депо. Поскольку это производственный объект, то есть там происходит реальное обслуживание реального подвижного состава, высокая вероятность травматизма, и студенты очень сложно воспринимают информацию, поскольку звуковое загрязнение присутствует. Соответственно, мы создали тренажер, который позволяет индивидуализировать процесс обучения. В виртуальной реальности проводят и психологические тесты по подбору персонала, проверяют способность человека работать в условиях стресса. Во время выполнения тестов от датчиков ничего утаить не получится. Они фиксируют каждое движение, следят даже за зрачками человека. Работодателю это поможет узнать, насколько человек многофункционален и даже определить склонность к коррупции и зависимостям. Специалисты считают, что эта разработка будет эффективна, например, в предрейсовом освидетельствовании водителей-дальнобойщиков, для того, чтобы зафиксировать замедленные реакции и в итоге избежать трагедии на дорогах, а также во многих других сферах. В ближайшее время эту разработку на вооружение возьмет одна из передовых компаний России. Елена Малютина, Николай Сидоров, События. Исторические купюры, которым больше века, 250 лет, исполнилось российским бумажным деньгам. За это время банкноты прошли серьезный эволюционный путь. Уровень их защиты от фальшивомонетчиков повышается и по сей день. Как отличить оригинал от подделки, узнала Мэри Илчан. Катенька и Петенька. Так раньше называли купюры, на которых изображены портреты Екатерины II и Петра I. Банкнот там больше века. Здесь хранятся их подлинники. Одна из любимых баннистами купюр – это Катенька. Она была модифицирована несколько раз. И гуляла, между прочим, модификация, по крайней мере, 1912 года, вплоть до 1917 года. То в Петеньку, в общем-то, ей не пользовались как средством платежа. Ей Петенькой пользовались как средством сбережения денег. То есть покупали 500 рублей один билет и хранили как в банке. Культурно о финансах рассказывают фойе Самарского отделения Банка России. Здесь открылась выставка, посвященная 250-летию российских бумажных денег. Специалисты отобрали исторические купюры, сделали с них снимки и оформили стенды. Два с половиной века назад первые бумажные деньги печатались на специальной бумаге. У них уже тогда были определенные признаки защиты. Водяной знак – один из наиболее старых. Он используется и по сей день. Спустя 250 лет уровень защиты от подделки заметно повысился. Тем не менее, когда дело касается наличных денег, бдительность терять нельзя. И защитные признаки, которые позволяют отличить настоящие деньги от фальшивки, надо знать каждому. Особенно, когда речь идет о купюрах крупного номинала. Их подделывают чаще всего. Признаки можно проверить на просвет, то есть при наклоне банкноты и при, ну скажем так, увеличении или тактильно. Как правило, не менее трех защитных признаков в обязательном порядке нужно проверить. Информацию о защитных признаках банкнот можно найти на сайте Банка России. А можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением Банкноты Банка России. Если вы обнаружили купюры, в подлинности которой сомневаетесь, нужно сдать ее на экспертизу в подразделении любого банка, которое работает с наличными. В Центральном банке деньги не только начинают свою жизнь, но и заканчивают ее. Вот так выглядят купюры, которые изъяты из обращения. На специальном оборудовании они превращаются в мелкие кусочки. Здесь примерно полмиллиона рублей. Сегодня в Самарской области все большую популярность приобретают безналичные платежи. Несмотря на это, говорить о том, что современные бумажные деньги уйдут в историю, рано. Существуют консервативно настроенные люди, которые по разным причинам не готовы отказываться от наличных денег, переходить на полностью безналичные платежи. Мэриил Чан, Василий Калдашов, События. Самое женское подразделение Самарской полиции – кинологическая служба. Здесь работают в основном представительницы прекрасного пола. Одна из них – Екатерина Сторожева. Вместе с четвероногими помощниками на страже порядка и закона она уже 10-й год. Как хрупкая женщина справляется с суровой мужской службой, узнавала Мэриил Чан. Старший лейтенант полиции Екатерина Сторожева с детства мечтала работать с животными. Так и получилось. Вот уже больше 10 лет она работает кинологом. Замечательная работа, которую я люблю, слава богу. Не каждому, наверное, везет так найти то, что хочешь. И семья, муж, двое детей, твой мальчишек. Я счастлива. Ты еще и дома собака скажешь. Вообще счастлива. Сейчас в помощниках у Екатерины две немецкие овчарки – Яшма и Аза. Собаки работают по разным профилям. Яшма еще маленькая, ей всего год. Когда заступит на службу, будет искать взрывчатку и оружие. Ази-4. Она уже опытная ищейка. Ее цель – найти запрещенные вещества. В одной из этих сумок спрятан имитатор наркотиков. Задача четырехлетней Азы – обнаружить его. Четвероногий помощник справляется за каких-то несколько секунд. После того, как собакам исполнится 8 лет, они уходят на пенсию. В обязанности Екатерины входит не только дежурство, но и воспитание молодняка. Даже с маленькими, со всеми этими собачками, с которыми работаем, я имею в виду с малышами, то есть, да, со щенками, все начинается именно с доброты, как с детьми. Все начинается с игровой формы, так же с ними сюсеньки, пусеньки, как в детском саду. Потом уже, да, немножко пожестче, какие-то определенные рамки ставятся собаке, но это уже попозже, но без всякого насилия, то есть этого вообще нет. Екатерина, как сотрудник, могу сказать, многопрофильная, если так сказать. И собаками умеет заниматься, и спортом занимается, и представляет наш центр во всяких мероприятиях, опытных сотрудников. Ну, как говорит опыт сотрудник, у нас, если человек не проработал отделение разведения, где еще нет, разводит, только оттуда и уходит у нас этот, значит, и не работал. Говорят, прекрасный пол лучше налаживает контакт с животными. И поэтому среди самарских кинологов больше половины – женщины. Вместе со своим верным помощником они раскрыли сотни преступлений. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. О женщинах, которые защищали родину во времена Великой Отечественной войны, рассказывают в музее 155-й школы Самары. Некоторые из них несли службу во всех родах войск, рука об руку со своими мужьями, отцами и братьями. Хранилище из года в год пополняется новыми экспонатами. Какими – расскажет мэри Елчан, которая увидела музей в преддверии 8 марта. Принято считать, что у войны не женское лицо, но во времена Великой Отечественной они воевали наравне с мужчинами. Клавдия Андреевна Бабенкова была медсестрой диверсионного батальона. Галина Ивановна Соловьева – зенитчица. Александра Митрофановна Рощупкина – единственная девушка-танкист. И это лишь малая часть тех, кто сражался за нашу победу. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. На этот призыв откликнулись миллионы. Только в Куйбышевской области воинами стали 40 тысяч девушек. Половина из них ушли на фронт добровольцами. История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за родину, какое показали советские девушки в годы Великой Отечественной войны. О боевых подвигах наших героических землячек рассказывают в 155-й школе Самары. Пешита Надежда Ивановна – инициатор создания нашего музея. Она была председателем областного совета женщин-участниц Великой Отечественной войны. А в годы войны она была регулировщиком военной дороги. На нашей диораме девушка с желтым флажком – это она. Под этим стрелом и бомбежкой в любую погоду нужно было направить войска и технику строго в указанном направлении. А в мае 45-го в Берлине она остановила машину самого маршала Жукова. За 18 лет, пока действует музей «Женщина на защите Родины», о примере мужества и патриотизма узнало не одно поколение самарских школьников. В хранилище представлено более 800 экспонатов. Больше половины из них – подлинные вещи ветеранов, с которыми они прошли всю войну. Кульшанова Людмила Константиновна принесла нам новые экспонаты. Ее мама очень ценила во время войны высказывания и речь Левитана и считала очень важным ее. Поэтому она после войны написала ему письмо с благодарностью. И после этого Левитан ей ответил и отправил новогоднюю открытку с поздравлением. И я считаю, что это очень интересно и это, пожалуй, мой любимый экспонат. Мне нравятся рукописные стен газеты, которые делали в землянке. Их делали во время войны. И когда не было особых условий, времени, но находили силу в себе дарить людям праздник и радость. Есть даже вещи, которые были для ветеранов талисманами. Счастливый значок или кружка. Солдат верил, пока эта вещь с ним, ничего плохого не случится. Мы, конечно же, не обходим вниманием и девушек, которые трудились в нашем городе. Потому что город был действительно настоящей тыловой столицей. И этот город, который обеспечил фронт всем необходимым. На экскурсии мы говорим хотя бы один факт. Каждый пятый снаряд, выпущенный ракетным минометом «Катюши» в годы войны, был изготовлен в нашем городе. Сейчас активисты школы готовят новую экскурсию в музее в чемодане. На ней ученики расскажут истории женщин, которые трудились в тылу для фронта. Мэри Илчан, Василий Колдашов, События. На этом наш выпуск завершен. А я поздравляю наших телезрительниц с праздником весны и красоты. Всего вам доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова